рада всех приветствовать на канале верушка и ее большая семья наша дочь вернулась из отпуска в египте и привезла разные сувениры и подарки о которых я вам сегодня расскажу вернее оговорюсь все-таки личные подарки и покупки как вот например эти пару сумочек от которых дочь не смогла удержаться наверное менее интересны как сувениры вернее все то что стоит привезти чтобы порадовать оставшихся дома родных и так начну по традиции с магнитиков их у нас уже собралась огромная коллекция но вот такой вот египетской кошечки конечно же там еще не было выбор дочки меня очень порадовал действительно и видно что из египта и любительницам кошек посвящается вот такая вот красавица с двумя магнитиками за день для большей стабильности отправиться к нам на холодильник ну и пока речь о египетской символике и кошку покажу вот такой вот очень красивый на мой взгляд чашку для всех любителей кофе и чая как мне кажется это просто замечательнейший подарок чуть дальше в этом видео я покажу места где гуляла дочь и делала покупки среди них будет и лавка каменных изделий из которой они ушли вот с такими вот каменными украшениями жуки с карабеи и подвески часто под видео вы мне пишите что я не называют цен дело в том что во многих восточных странах и это не секрет цена дело очень относительное вот например замечательные фруктовые духи на основе масло вернее ароматное масло для тела или уж не знаю как это правильно описать с очень приятным цитруса фруктовым запахом и тара который это дело предполагается хранить два таких масла вместе с упаковкой как видите одну распакована вторую оставила чтобы видели насколько хорошо все это упаковывается для транспортировки стоит 35 евро при первом подходе купить можно и за 15 как видите разброс цен огромный даже в одном месте не говоря уже о разных местах так что умение торговаться очень приветствуется ну а теперь переходим к моей любимой части это те сувенир которые не будут пылиться на полках а при этом познакомят нас с ароматом и вкусом страны как будто мы сами там побывали и так дочь привезла папе упаковку кофе а маме любительницы чая ну и конечно всем остальным целую коллекцию чаев тут развесные и очень вкусные гранатовый чай очень ароматный глава чай и к сожалению совершенно нам не понравившийся лимонный чай который совершенно не отдавал и лимоном а просто сухой травой зато у нас тут еще есть действительно целая коллекция самых разных египетских напитков которые я думаю еще произведут свое впечатление и да эта коллекция рассчитана именно на туристов как видите и надписи на нескольких языках включая русский и количество проб впечатляет это как раз для тех кто не может определиться какой же из чаев действительно ему понравится здесь целых 17 сортов а еще она привезла очень аутентичный и не совсем привычный для нас напиток из цветков хибискуса выглядят они вот так вот сушеном виде а для приготовления нужно взять бутылку холодной воды добавить пригоршню цветов немного сахара и убрать на ночь в холодильник тогда на следующий день у вас будет вот такой вот гранатового цвета компотик с разбухшими красными цветами кстати со слов продавца этот напиток отлично помогает при высоком давлении теперь сладости шоколада она привезла всякого разного и даже купленного специальном кондитерском магазине хотя честно говоря именно к шоколаду я была настроена скептически все-таки при дневной температуре более 40 градусов есть шоколад дело странное кажется что он растает еще до того как вы отправите его в рот но тем не менее оказалось что у египетского шоколада совсем другая структура он гораздо более плотный и не так быстро тает ну и конечно вкусных конфеток орешек в середине то есть это то что действительно стоит попробовать если вы оказались там ну а если вы любитель шоколада то тогда наверняка вам придется по вкусу местная сладость вот такая вот всякая разная тоже упакованная в отдельные кулечки уж поверьте на любой вкус с разными наполнителями я вас не убедила про разные начинки тогда смотрите внимательно помимо рассыпных в некоторых специальных магазинах можно было приобрести коробки наполненные по вашему вкусу и сейчас я вам покажу какие сокровища скрываются такой вот классный таре вот как выглядели эти коробочки пока были полными все сорта еще на месте и выглядят просто потрясающе вот сейчас мы сняли пленку чтобы она не отсвечивала и все сладости было лучше видно с орехами фундуком фисташками очень вкусно правда и достаточно дорого такая коробка стоит 50 евро но согласитесь маленькая коробочка за 8 евро тоже отличнейший подарок кстати сироп на орехах совершенно неприторный все очень выдержанно и действительно очень вкусно ну а для любителей кислинки можно приобрести вот такую вот пластмассовую тарелочку с мармеладом и орехами как выразилась моя дочь как видите здесь тоже довольно таки большой выбор всяких разных фруктовых сладости с орехами а как вам такой сувенир это палочки корицы я сделала в кулечке лишь маленькое отверстие но аромат стоит такой что кажется что даже камера должна передать его вам как пахнет корица ну и закончим обзор сладостей халвой чтобы действительно стало сладко дочь привезла шоколадную правда надо отметить что это не та халва которой мы привыкли это халва не подсолнечная а кунжутная со своим специфическим и запахом и вкусом ну и напоследок рубрика о неправильном питании те кто смотрят нас давно знают что из каждого путешествия мы привозим чипсы те чипсы которые показались нам интересными и те которые не продаются у нас дома в этот раз даже не знаю с чего начать в общем смотрите сами и чипсы в виде картошки фри другого цвета и чипсы спагетти в общем действительно очень интересная коллекция на попробовать кстати то что их такое количество пусть вас не смущает дело в том что в каждой упаковочке действительно пару грамм этого неполезного лакомства на большую семью действительно приходится привозить много и и некоторые сорта действительно очень интересные и вкусные как вот например эти чипсы с помидорами действительно вкус помидора не знаешь как они это делают или картофельные чипсы в виде картошки фри вот такие вот необычные ну и покажу как обещала лавку каменных изделий хотя назвать лавкой этот огромный современный магазин можно только с большой натяжкой здесь вас встретят с восточным гостеприимством исполнят песню которую я не стала добавлять так как не заручилась согласием исполнявших подскажут если есть вопросы ну или не станут мешать если вы хотите просто походить полюбоваться словно экспонатами в музее потому как некоторые изделия достаточно дороги как вот такой набор стоит почти тысячу евро ну а если располагаете менее скромной суммой можно купить например шука с коробея как сделала моя дочь их тоже огромный классный выбор ну и бонусом хотела бы показать место где дочь покупала сладости это поистине очень сладкое место с просто колоссальным ассортиментом всяких египетских сладостей здесь уж точно каждый подберет себе что-то под по вкусу а если вы будете сомневаться вам обязательно дадут попробовать все что вам понравится для того чтобы вы действительно смогли сделать правильный вкусный выбор на этом я буду с вами прощаться надеюсь вам понравилось это видео а быть может кому-то оно окажется полезно если так ставьте лайки пишите ваше мнение в комментариях подписывайтесь на наш канал оставайтесь с нами желаю всем чудесных путешествий и счастливых так возвращение домой м м м м м м м Продолжение следует...